всем привет данное видео будет посвящено эссенсу и это видео не является каким-либо гайдом это просто такой опыт новичка так сказать так что приятного просмотра играть на эссенсе я не планировала меня поборолы любопытство потому что это все таки светлые эльфы хоть и называют они и высшими играю я за повелителя стихии это класс магический мне понравилось то что разработчики оставили концепцию именно стихий то есть маг управляет стихиями льда то же самое что вода стихии святостью а также добавили такую опцию стихий как огонь и растение все в духе корейских китайских новелл что мне очень-очень понравилось также мне понравился визуал оружия эта сфера и самое пожалуй примечательное что она разбирается в лук лук и разработчики сделали разборную лук у нас на мэйне с луком бегает гномка тут можно сказать что с луком бегает высший эльф а мы часто вопрос которые спрашивают party это почему у тебя есть мана то есть у человека ее нет у меня она есть все довольно таки просто нужно выучить некоторые умения правильные умения потому что я на своем персонаже сильно налажала на этот счет это какие же умения нам следует с вами выучить чтобы у нас мана пока не заканчивалась я хочу сразу заметить что некоторые книги не называются как скиллы они немного называются по-другому поэтому смотрите его и там а как называется то или иная книга который вам необходимо первый скилл это будет пассивные связан он с мана регеном скилл называется единение с природой далее нам понадобится активный баф скилл это благословение природы благодаря ему у нас повышаются боевые характеристики а также вылетает триггер где-то на 15 секунд который нам как раз таки или генит mp и хп он работает связки с предыдущим пассивным скиллом но это не все скиллы которые нам понадобятся для активации того самого триггера нам понадобится уже атакующий скилл яркий танец также из предметов которые нам понадобятся это селька евы желательно заточенную но даже не заточенную но уже будет восстанавливать это 10 мп что вполне себе оказывается круто и еще один предмет который нам с вами понадобится это драгоценный камень шпинель и чем он выше уровнем тем будет лучше потому что дальше он будет давать уже плюс один к мудрости серьгу его можно приобрести в л-магазине за оттенку стоит она кажется около двух ляма второй вопрос который назревает у новичков это где брать расходку ребятки выполняем ежедневные задания которые есть и получаем оттуда расходку также не забывайте посещать невероятную зону но если вам этого не хватает то вы сюда можете обратиться уже в магазин лаунчера там есть его пассы и набор благословения там этой расходки хватит где-то точно на месте в л-магазине все в основном за адену что он однако радует правда добыча адены не сказать что простое дело но есть предмет который там все-таки продается за монеты тридцать две штуки стоя печати герана сами печати герана можно продавать в бакалейку получает 297 тысяч аден и таким способом у людей можно увидеть много адены это то что они продают печати герана магазин очень частые вопросы подобные были на стримах у стримеров целом по игре довольно много мест куда можно сходить и причем туда стекается весь сервер такие как крепость орка фасада герана валок зачистки которые происходят в основном днем что очень удобно потому что можно попасть в принципе для тех кто утром ходит для тех кто днем ходит кто-то вечером что касается таких осад как валок и крепость орков они проходят только вечером радует меж серверные локации правда там реальный такой аншлаг и бывают частенько пвп проходят также есть клановые мероприятия и другие инстанционные такие как храм и вы такие как мир грез печати духов и кажется в балакас помните о том что когда вы идете в локацию куда стекается весь просто сервер там может жутко лагать и поэтому приготовьтесь к слайд-шоу ну возможно это меня так но мне кажется что у многих многих подобная ситуация касается играть не играть то здесь я хочу отметить то то что здесь своя атмосфера свой визуал то есть кому-то это нравится кому-то нет это дело вкуса а как правило о вкусах не спорят пока поиграем и здесь поэтому периодически буду выкладывать видео и из этой версии игры а также частично буду показывать на твиче что с мэйном мэйн по-прежнему там все стабильно иногда что-то случается но как основная моя версия в которой я стримлю и в которой виду свою вот этот вот youtube канал благодарю вас всем за внимание лайки комментарии подписки а также было очень много пм флс куда пропал и и все такое рада что ребята не забывают и вам отдельное спасибо всем желаю приятной игры найти свою версию игры в которую бы вы хотели играть и до встречи на твиче